Ай, спасибо. Я работаю в техподдержке компьютерных игр. Вот. Обычно так люди и реагируют. Типа, вау, Илюха, класс, компьютерные игры. Ну, а я веселые фермы поддерживаю. Ну, в них играют бабушки и долбоебы. У меня в целом работа делится 50 на 50. Все мои ответы, знаете, это либо... Нет, это не мы украли вашу свеклу. Либо сами идите вы нахуй. Заметил, что у меня дед использует пословицу, чтобы ничего не делать. Ласочки не склетят. К дождю. Не пойду нахуй никуда. И все. Весь день свободен. Он еще какие-то редкие выучил, знаете, типа, рюмочками воробья причищать, а стаканчиками куманька угощать. Ну и мы с бабушкой в ахуе стоим. А как связано копать картошку и воробьи? Это он уже ушел, блин, вроде. Вроде что-то мудрое сказал, вроде. Мне кажется, он придумывать уже начал, знаете. Беременную ежиху видел тут, надо самогон ставить. Так, погоди, блядь. Ты на той неделе андатру видел, самогон ставил, блядь, подожди уже. Бабушка его по словарю начала гонять просто так. Ежи, 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 ежи. Нет, ни хера, иди в теплицу работы, иди. Кто словарю поверит, у того сиськи отвалятся. Иди, иди. Про сиськи даже смотреть не буду. Кто не страдает от тревожности, возможно, да? Похлопайтесь, да? Я страдаю от тревожности, пока не знаю, что с этим делать, потому что психологи очень дорогие. У меня денег нет. Мне кажется, мне хватит только на такого психолога, который... Илья, а чего вы грустите? Вы не грустите, Илья. Не надо. Кто грустит, тот трансвистит. Вы слышали такое? 500 рублей в кассу, пожалуйста, платите и идите. Еще мать вообще никак в этом не помогает. Она у меня очень драматичный человек. Она у меня очень драматично реагирует на какие-то простые вещи. Знаете, господи, господи, Илья, что? Дождь. У тебя дождь, у меня инфаркт уже. Тебе не все равно, у тебя нога сломана. Ну как же сейчас накапает? Не весело уже. Она все время на людях ведется, как советская актриса. Мне неудобно. Я понимаю, она росла на советских фильмах, но мне как-то неудобно. Знаете, она все время говорит, господа! Вы звери, господа! Вы будете прокляты своей страной! Господа! Я говорю, мам, сейчас вторую кассу откроют, все нормально будет. В самом деле. Недавно в кафе сидим, она мне говорит, Илюша, я не понимаю, в кого ты такой тревожный? Мы тебя таким воспитали, в кого ты такой тревожный? Я не понимаю. Я говорю, Илья, наш заказ! Илья, наш заказ, иди бери! Иди бери! Ты видишь, как женщина на него смотрит? Наверное, сейчас съест, сейчас, Илья, видишь, сейчас смотрит? Так просидишь всю жизнь, как отец просидел, как прайд просидел, без чикенбургера на жопе просидишь всю жизнь? Я хер знает, кого я такой тревожный, мам, без догадок вообще. В компьютерные игры переиграл в детстве, блядь, наверное. Веселые фермы. Мне часто приходится ездить на поездах домой в Иваново, и меня достала эта фраза. Вы приезжаете на станцию Иваново. Спасибо, что выбрали российские железные дороги. А у меня был выбор какой-то все это время, да? Спасибо, что выбрали российские железные дороги. Они попиздили через лес пешком. Спасибо. Благодарим. Спасибо. Спасибо, что вас не съели волки, Илья. Благодарим. Спасибо, что сидя, а не за цепом. Благодарим. Я в экспресс-поездах езжу, там же еще экспресс-курение все время. Полторы минуты до стоянки, мужики вот так уже. Как жидкий терминатор через дверь пытается пролезть. О, Сань, получилось, а ты, конечно, не получишь. Давай сжигалку. Но как только на перрон они выходят, они по вальяжке сразу становятся. Они такие, Леш, сейчас поезд стоит. Без нас не увидят, еб ты. И в натуре без них не уезжают. Без меня миллион раз уезжал. Я один раз вышел просто воздухом подышать. Там в рации уже первый вагон готов. Куда готов, блядь? Без меня уехать? Куда вы там готовы? А к ним уже машинист подходит, что-то шутки с ними какие-то шутит уже, выходит уже с ними. Мужики, давайте заплевывайтесь в вагон. Сейчас товарняк на встречку поедет. Мы что, его по встречке будем гонять? Мать. Крутой, мой, крутой. Начальник, да у нас время еще. Вагон. Давай залезай. Кто первый залезет, там прокатиться дам. Вас когда-нибудь захватывали в диалоговые заложники в поезде. Понимаете, да? Это страшные люди. Им же ничего не надо, кроме твоих ушей. Ни выкуп, ничего, ни вертолет, им ничего не надо. Я не понимаю, как я там оказываюсь. Я вроде сплю, вроде пирог съел, вроде вышел на станцию подышать. Возвращаюсь обратно, он говорит, «Элёх, а ты, говорит, Яльцин пропил страну». Да как я здесь? Как он имя мое знает? Откуда он тему мою любимую знает? Откуда все это вообще? Что ж, никогда не понятно, он ебнутый или ему скучно? Никогда не понятно. Вроде дедушка, вроде про внуков рассказал, что-то милое. Вот мед показал, говорит, «Вот греки, да? А гречку не едят». У меня все, спасибо большое.